Виталий, приветствую тебя! Очередная встреча, соответственно, как и всегда говорим о финансовых рынках, о фундаментальном фоне, о технических нюансах, идеях. И, конечно же, друзья, все это делаем для вас, чтобы в преддверии, опять же, новогодних праздников, есть высокая вероятность того, что будет и рождественское ралли, подсветить вам вот эти самые возможности, где еще можно попробовать заработать по конец уходящего года. Эта неделя без преувеличения может стать как раз началом вот этого рождественского ралли. Я допускаю, что эта неделя точно побьет рекорды волатильности, потому что за последний довольно продолжительный период времени эта неделя является сосредоточием, скажем так, очень важных фундаментальных событий, таких как инфляция в США, она выйдет завтра. И следом за инфляцией сразу же во вторник вечера начнется заседание американского регулятора, это традиционная двухдневная история, в среду будут подведены итоги. И я сегодня на своем брифинге также рассказывал, что есть высокая вероятность того, что после заседания Федрезерва, а может быть даже уже после отчета по инфляции, у нас будет возможность определить уже дальнейшие перспективы и американской монетарной политики, и будущее доллара. И я позволю сказать себе, может быть, конечно же, ошибусь, но эта неделя может решить судьбу доллара. Опять же, твое мнение будет, безусловно, тоже интересно. Если захочешь, также прокомментирую эти предстоящие события. Я сейчас не хочу распыляться на большое количество финансовых активов, потому что в конечном счете то, что с ними произойдет с фунтом, с австралийцем, с новозеландцем, да, скажем так, с любым валютным активом категории риска, будет напрямую зависеть непосредственно от того, как доллар отреагирует на инфляцию и, соответственно, на риторику американского регулятора. Поэтому я сегодня обращу, друзья, ваше внимание на то, что происходит с индексом доллара. Также подсвечу возможности по золоту, которое, на мой взгляд, по крайней мере, на ближайшие торговые сессии до заседания Федрезерва еще сохраняет потенциал для роста. И пару слов еще скажу про рынок нефти. Другие инструменты трогать не буду, если ты сочтешь необходимым. Где-то, может быть, у тебя есть хорошие уровни обозначенные. Я думаю, что будут только благодарны наши подписчики и слушатели за подсветку вот этих вот идей. Давай к графику непосредственно перейдем. Индекс доллара, первый инструмент. Так, текущие котировки 105 пунктов. В принципе, с конца прошлой недели мы видим, как индекс доллара консолидируется рядом с этой планкой. И, как я уже отметил, этот актив в ожидании серьезных фундаментальных триггеров и драйверов. Если говорить про завтрашний отчет по инфляции, я сторонник того, что именно, прежде всего, нужно анализировать базовые показатели инфляции, которые не учитывают цены на энергоносители и продовольственные товары. Согласно прогнозам, завтра мы увидим рост базовой инфляции. Это ноябрьские цифры с 6,3% до 6,4%. Я все-таки полагаю, что на текущем этапе есть основания говорить о том, что вот эти прогнозы могут реализоваться. И базовый инкс потребительских цен действительно может оказаться выше значения предыдущего месяца. При росте базовой инфляции, конечно же, у Федрезерва будет причина продолжать придерживаться жесткой риторики. Это вовсе не означает, что ФРС после или на фоне роста инфляции снова заговорит об уместности повышения ставки на 75 байсных пунктов. Но я практически уверен, что повышение базовой инфляции позволит Федрезерву занять более жесткую позицию на заседании в среду. На пресс-конференции Паул снова будет говорить в случае роста инфляции о том, что важно проводить сейчас политику высоких процентных ставок, потому что инфляция остается высокой, существенно выше целевых ориентиров и значений. Ты знаешь, Виталий, я считаю, что индекс доллара, вот с учетом ожиданий того, что базовая инфляция может вырасти, еще не миновал своих локальных максимумов, которые он может показать. То есть я бы даже вот поставил с большей долей вероятности, что пиковые уровни, которые могут предполагать даже рост снова в район 100 на 8 или чуть повыше пунктов даже 110. Это может произойти вот еще до конца первого квартала 2023 года. После чего ФРС допускает действительно не просто замедлить темпы повышения процентной ставки окончательно уже, но и даст первый сигнал того, что задумывается о том, чтобы завершить цикл ужесточения монетарной политики. Вот тогда можно будет искать такие долгосрочные точки входа на продажу доллара с акцентом и со счетом уже на 2023 год. Поэтому на ближайшую неделю, учитывая тот фон, который я обозначил, я пока что останусь среди тех, кто считает, что доллар скорее вырастет, чем упадет. Как раз текущее значение 105 как бы круглое, психологическое, рядом с ним идет консолидация, покупатели не пропускают дальше продавцов, рассчитывают на фундаментальную поддержку, как и я. И если вы, друзья, согласны с такой точкой зрения, я рекомендовал бы покупать индекс доллара с целями 107-107.50 уже в рамках ближайших двух недель или, скажем так, трех недель, если говорить до конца 2023 года. Ну, конечно же, каждый наш последующий эфир и эти уровни я буду актуализировать. По золоту здесь ситуация следующая. Котировки 1790 долларов за тройскую унцию. Мы на прошлой неделе видели, как золото активно стали продавать. Эти распродажи совпали с фоном из Китая, опять же, о смягчении ковидных ограничений. Это вернуло спрос на риск локально. Но под конец недели золото снова вырвалось в районе 1800 долларов за тройскую унцию и сейчас, в принципе, около того находится рядом с этим сопротивлением. Я считаю, что золото еще не достигло своих локальных пиковых уровней. Причем, если по индексу доллара я растянул его рост на ближайшей неделе, я думаю, что по золоту мы можем увидеть еще одну активную волну покупок в ближайшие дни, может быть, даже до заседания американского регулятора, то есть до вечера среды. И на ближайшие 2-3 дня я бы подсветил возможности покупки золота лучше всего после пробоя с опротивлением 1800 долларов за тройскую унцию с довольно короткими целями, учитывая, что я считаю, это как разочная перспектива, на отметке 1815-1820 долларов за тройскую унцию. Но пока что золото я бы продавать не торопился. Тем более, что индекс рыночных настроений, на которые я иногда делаю акцент, по-прежнему у нас говорит о том, что толпа, в данном случае процент хоть и изменился, но я считаю, что 61% это все-таки подавляющее большинство трейдеров, которые золото шортит. Поэтому золото может еще неплохо вырастить. Рынок нефти, конечно же, интересная ситуация, тотальный обвал, причем фундаментальный фон, с какой бы стороны мы ни посмотрели, больше, наверное, за то, чтобы этот рынок рос. Это и начало отказа от политики нулевой терпимости в Китае через те решения, которые предполагают какие-то более мягкие условия карантина, отмена такого масштабного ПЦР-тестирования. Потенциально могут быть открыты границы с Гонконгом, чтобы на новогодние праздники китайцы смогли поехать туда, куда обычно ездят в этот период времени. Ну, не знаю, к каким последствиям, правда, это приведет, может быть, к еще более худшему негативному с точки зрения распространения инфекции, но время покажет. Я пока что думаю, что отказ от политики нулевой терпимости, пусть и через какие-то предварительные послабления, это все-таки позитивный сдвиг, который в конечном счете может помочь впоследствии экономике, ну, прям, не задохнуться китайской из-за вот этих жестких барьеров. Потолок цен на российскую нефть. К чему это приведет? Из-за принципиальной позиции России потенциально действительно объем нефтедобычи может быть снижен. ОПЕК, которые могли бы увеличить объем нефтедобычи, чтобы компенсировать выпадающий объем российской нефти, но не стали этого делать из-за такого экономического прагматизма, потому что пытаются больше заработать и предотвратить дальнейший обвал цен на нефть. Но что-то у них пока не очень это удается. Даже несмотря на то, что они приняли решение не увеличивать объем нефтедобычи, а оставить все в силе. В соответствии с прежними договоренностями, когда объем нефтедобычи должен был быть скорректирован, снижен на 2 миллиона баррелей в сутки. Они действительно выполняют эти обязательства. В прошлом месяце объем нефтедобычи был снижен на 750 тысяч баррелей в сутки. Странный МИАПЕК плюс это максимальное снижение за последние 10-11 месяцев. И на всем этом фоне рынок нефти валится. Честно говоря, если сделать акцент на индекс тыничных настроений, то по его индикации рынок нефти может легко провалиться еще процент на 10 до 70 долларов за баррель. Но мне как-то прям совсем не по себе, что ли, из-за такой динамики с учетом фундаментального фона. Лично я не удивлюсь, если рынок нефти так же быстро выкупят в ближайшей торговой сессии, как его продавали на прошлой неделе. Поэтому, друзья, кому интересно, я бы рекомендовал все-таки сейчас дождаться более-менее интересных уровней, с которых действовать. Это потенциально либо 80 долларов за баррель, либо уже 70 долларов за баррель. Но я все-таки как бы больше сторонник того, что мы увидим восстановление выше 80 долларов, откуда я рекомендую нефть уже покупать на долгосрок. Вот на этих трех активах я пока остановлюсь. На следующей неделе уже, когда будет ясность по доллару, можно будет добавить и другие инструменты, тот же самый евро против доллара, может быть, доллар-иена и так далее. Виталий, слово тебе. Итак, всех приветствую. Ну, добавлюсь по поводу инфляции. То, что в пятницу у нас, кстати, выходил PPI, да, инфляция, там он вышел чуть выше ожидания аналитиков. В общем, если глобально говорить по теме инфляции, я читал недавно очень хороший отчет JP Morgan, мне кажется, или не ошибаюсь. Хотел картинку показать, но не успел найти на компьютере. Я ее уже давно хочу показать последние пару выпусков. Они делали исследование, и оно показывает то, что инфляция будет снижаться. Инфляция будет снижаться. В среднесрочной перспективе они показывают где-то на чуть более года, что она будет снижаться. В принципе, мы это видим, что с пиков мы немножко пошли на коррекцию. Я думаю, что в дальнейшем будет снижаться. Возможно, где-то будут какие-то значения, как ты назвал, выше ожиданий плюс 0.1, 0.4. Но еще нужно понимать с экономической точки зрения, что есть такое понятие, как люфт. Когда данные выходят, там на самом деле условно войдут данные, которые выше плюс 0.2 или 0.3. Это в теме люфта. То есть это неточные данные на самом деле. Поэтому к этому нужно относиться как-то вот так. Но есть один но большой. То, что это недостаточная инфляция, которую ожидает ЦБ. Они ожидают, хотят 2-3 процента условно. Поэтому инфляция будет снижаться, но ставки будут продолжаться повышаться. А это в среднесрочной, долгосрочной перспективе будет давить на фондовый рынок. То, что там поднимут на 0.5, они на 0.75 в следующий раз и так далее. В следующем году. То есть глобально это ничего не смеет. Ну давайте к графикам. Я расскажу свое мнение по рынку. На самом деле по рынку у меня, если брать индекс доллара, чуть-чуть, чуть-чуть рынок для меня тяжелый там, да. Еще хотел напомнить. Мы, в принципе, с тобой на прошлой неделе выпали, да, ты ездил там в отпуск. Я хотел сказать, что я сейчас начал активно снимать тоже обзоры на своем YouTube-канале. Поэтому под видео будет ссылка на Кухта Кепитал сайт, там переходите, там найдете ссылочки на мой YouTube-канал или там Telegram-канале. К чему я веду? То, что с Артемом мы встречаемся там раз в неделю, да, и не всегда бывает, так скажем, ну я все время это говорил, вот условно сегодня там не всегда бывают какие-то хорошие понятные моменты. А на своем YouTube-канале я стараюсь сделать так, что если есть хороший рынок, я снимаю ролик, это может быть вторник, среда, четверг или там пятница, краткий ролик моего мнения по рынку. На прошлой неделе я давал хорошую рекомендацию по индексу 7500 на снижение, то есть, в принципе, на позапрошлой неделе мы с тобой общались, я по 7500 давал short, sell-stop. Кто short-ill, в принципе, на текущий момент он сидит в хорошем плюсе, там я стоп-лосс давал около 50 пунктов, в принципе, он выдержал. Это был sell-stop на уровне 40-48. На текущий момент мы хорошо ушли вниз, я даже на следующий день, вот мы с тобой общались, на следующий день я снял повторно обзор и дал аналогичную рекомендацию, то есть, это был прошлый понедельник вот здесь, на снижение. На текущий момент у меня была такая дилемма по S&P 500. Я глобально все-таки за short, но какие-то у меня закрадывались в смысле еще в пятницу, возможно, здесь будут выкупать, но пятничное закрытие, оно показало обратную картинку, и пока я дальше вернулся в «Медведи», и кто-то работает S&P 500, я бы посоветовал шортить его с уровней, давайте, здесь есть два уровня такие интересные. Первый уровень это 39.75, вот если мы туда условно сегодня-завтра, вторник-среда точнее, на этих новостях туда дойдем, то оттуда я бы шортил. Это первый вариант, более консервативный с точки зрения более мелкого стоп-лосса. Более такой агрессивный short, это с текущих, возможно, набирать short и уже на уровне 39.75 добавляться с общим стоп-лоссом за уровнем 41, то есть, что это за уровень, это, в принципе, максимум нашего импульса, который образовался, и максимум, то есть, трендовой линии, которая у нас идет среднесрочная вниз, точнее, досрочная вниз. И пока я за снижение по индексу S&P 500, возможно ли здесь лонг? В принципе, в принципе, да. То есть, у нас достаточно сильный последние два месяца тренд, у нас сильная поддержка в районе 39, поэтому все возможно, но нужно смотреть по факту, как сегодня день закроется. Если будем поглощать условно пятницу, пятничное снижение, то там можно уже будет спекулятивно пересматривать мое отношение к шарту. То есть, рынок такая штука, сегодня я закрылся по-другому, пробил какой-то уровень ключевой или сломал какую-то локальную тенденцию, то есть, мнение меняется, то есть, это нормально. Дальше, ну, по индексу доллара я добавлю. Аналогично, когда мы с тобой в прошлый раз общались, это неделю назад, я по евро-доллару говорил, что где-то здесь плюс-минус я жду возможной коррекции по евро, ну, индекс доллара аналогичная картинка, да, только в обратную сторону. И на своем YouTube-канале аналогично снимал ролик, что можно было покупать в районе 104.5 или там 105.25. Конечно, там рисовался импульс неплохой на прошлой неделе, слабенький, конечно, против этого тренда. И есть вариант, что мы можем все-таки, как твое ожидание, может оправдаться, так как неплохо пятницу откупили, хотя так не сильно хорошие закрытия, но был гэп сегодня. И, в принципе, можно рассмотреть покупки с текущих, у нас текущая цена, цена 105, там, с копейками, с общим стоп-лоссом за пятничный минимум. То есть это 104, условно, 40. Рассматривать рост индекса доллара, как я уже ранее назвал, это 107, но, в принципе, с тобой совпадает, там, 110, возможно. Нужно обязательно ставить стоп-лосс. Если будет обновление пятничного минимума или общего минимума текущего месяца декабря, это в районе, там, где-то 104, да, то там нужно смотреть новые точки входа. Возможно, это будет просто какой-то ложный вынос на новостях, и мы дальше уйдем наверх. Но я уже буду, скажем так, по факту уже смотреть, то есть не буду давать таких рекомендаций, что покупаем секущих, без стоп-лосса, если упадем, еще можно докупиться. Такой вариант возможен, но с очень строгим соблюдением риск-менеджмента, то есть где-то в районе, там, условно, 103. То есть можно таким методом тоже торговать, но я понимаю, что такое советовать не буду, так как большинство уберет стоп-лосс или без риск-менеджмента, скажем так, и тренд, условно, там провалится в район 100, и потом будет потеря депозитов. Поэтому стресс стоп-лосс. Дальше. Ну, по золоту, в принципе, там аналогичная картинка, как с этим, с индексом долларом, в принципе, кто-то пытается завалить. Комментарии не буду давать сложный рынок. Нефть, по нефти, ну, глобально я уже меняю свою картинку на то, что нефть будет долгосрочно падать, но я буду шарпить через какие-то коррекции. Куда эта коррекция будет? Она, возможно, будет затянется очень длинная, будет там на 10, 15, 20 долларов. Пока с текущих нет сигнала на покупку и продавать тоже на таких минимумах, то есть можно словить коррекцию. Поэтому здесь не рынка. Ну, еще хотел добавить по немецкому индексу, кто торгует у нас немецкий индекс, любит дочь марки. Здесь уровень ключевой это 14,345 условно. Вот он, какой уровень. То есть все, что ниже этого уровня, ниже пятничного хая, я бы рассматривал на шорт с общим стоп-лосом где-то в районе приблизительно 14,500. Возможно, там покороче стоп-лос, там даже за пятничный максимум пробовать, но пока здесь, как по S&P 500, даже картинка чуть лучше. Я бы рассматривал шорт, обязательно стоп-лос ставить, потому что у нас, как я уже говорил, достаточно сильный тренд последние 2 месяца. Мы можем, скажем, это все откупить и дальше очень сильно двигаться наверх, получить, как говорят, Christmas Rally, да, как бы вот так. Поэтому здесь я за шорт. Ну и в принципе, в принципе все. Ну и еще там, если там зацепить криптовалютный рынок, если все-таки S&P 500 дальше будет падать, то биткоин будет скорее тоже падать. Я на прошлой неделе снимал обзор рекомендаций на покупку биткоина, но видим, ломает картинку. Если вот так закроемся, как сейчас, медвежий баррель, там свеча, то скорее этот тренд, который идет последние 2-3 недели, он закончится. Если оправдаются мои ожидания и картина по S&P 500, то я думаю, крипторынок утащит сильно. Ну, пока рынок рисует. Посмотрим, посмотрим. Возможно, ситуация ближе к вторнику среде, она поменяется. Я буду информировать всех на своем YouTube-канале. Вот как-то вот так. Поэтому всем удачи в торговле. Вот такое у меня мнение. Спасибо, Виталий. Согласен, что и перспективы биткоина, как и рынка криптовалют, также будут зависеть от решения американского регулятора, потому что она повлияет на доллар, а доллар уже своей силой влияет, в том числе и на альтернативные активы цифрового рынка. В общем, все у нас упирается в предстоящую среду или даже, может быть, со вторника уже начнется после отчета по инфляции. Нужно быть предельно осторожными. Сейчас я думаю, что, Виталий, ты тоже присоединяешься к этой рекомендации. Риск-менеджмент, друзья, прежде всего на вас. Мы за вас контролировать ничего не можем. То есть, возможности это одно, а как вы распоряжаетесь, имеет совсем другое. Но надеемся, что среди вас все-таки трейдеры, которые понимают, что это такое. Виталий, спасибо тебе большое за твое время, за то, что смог поделиться своими идеями. Тебе тогда удачного трейда тоже, если будешь непосредственно по этим событиям работать. Итоги с тобой в понедельник подведем. Я думаю, что эфир будет очень интересно, поэтому, друзья, ни в коем случае его не пропустите. Спасибо, Виталий. Пока. Все, пока. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.